Здравствуй, мой друг. Очень хорошо, что ты пришел. Проходи сюда, поближе к камину, на эти мягкие подушки. Располагайся поудобнее, расслабься и слушай. Сегодня мы читаем рассказ Дэна Шорина «Юзабилити» из цикла «Большой космос». Вблизи звездолёт напоминал скалу, поросшую коричневой травой, вот только идеально ровные раскинами кария, что это не палеофлора, а высокотехнологическое покрытие, защищающее корабль от разрушения. Команда несколько раз обошла махину в поисках двери, но сплошная поверхность не оставляла им никакой надежды. Когда солнце уже начало клониться с закатом, а в воздухе появились большие слепни, раз пять превышающие своих далёких потомков, доживших до 23 века, экипаж вернулся на диптих. «Итак, что мы имеем?» — спросил Константин. «Жиж с маслом», — сообщил Фёдор Игоревич. «Коллега, вот уж не ожидал от вас». Музык сделал театральную паузу, а потом эффектно добавил столь точной формулировки. Обычно вы всё ходите вокруг да около, стесняясь признать своё поражение. «Своё поражение?» — Фёдор Игоревич изогнул бровь. «А может, всё-таки наше общее поражение, коллега? Или вы, как обычно, припрятали туза в рукаве?» «У меня нет рукавов», — сообщил Мурзик, демонстративно принялся вылизывать тощие рыжие лапы. Впрочем, это не мешало ему продолжать издеваться над коллегой. «Язык кота не имел ни малейшего отношения к его речевому аппарату. Но пока вы, господин полево-сторик, кружили вокруг аппарата, восхищаясь цветочками да бабочками, я пытался размышлять». «И как? Понравилось?» «А вы, Фёдор Игоревич, хоть раз в жизни попробуйте заняться этим весьма полезным делом. Может, тогда вы отучитесь задавать дурацкие вопросы?» «А вам не кажется, что, столь пренебрежительно относясь к одному из ведущих учёных, вы бросаете вызов земной науке в целом?» Не сдержался полево-сторик. «Мне кажется, что под земной наукой в целом вы подразумеваете научных функционеров, не способных даже на малейший полёт мысли, зато весьма плодотворно уручающих друг другу научной степени и выделяющие на тупиковые исследования фантастические гранты. «Мы летаем к звёздам», выдал свою коронную фразу пожилой учёный. «И какое отношение полеоистория имеет к этому, несомненно, выдающемуся факту?» Грымыхнул Мурсик. «Я сейчас говорю за всю земную науку. Вы хоть и летаете к звёздам, но делаете это настолько медленно, что невольно становится стыдно за вид хомо-сапиенс. Вы, милейший фелис-сапиенс, знаете кого-то, кто летает быстрее?» «Они», — кот повернул мордочку в сторону чужого корабля, «они летают быстрее». «Это очевидно», — вмешался в разговор Константин. «Более совершенная технология подразумевает большую скорость межзвёздных полётов. Но если именно об этом ты думал, пока Фёдор Игоревич восхищался с цвесточками и бабочками, то я вынужден заметить, что он провёл время с большей пользой. Я думал о том, как нам попасть на их корабль», — сообщил Мурсик, лениво помахивая хвостом. «И, кажется, придумал. Внимательно слушаю. Константин взялся на выплывший стенный стульчик. Совершенная технология предполагает не просто многофункциональность системы, но ещё и высокую степень юзабилити». Для невладеющих терминологией Мурсик торжествующий покосился на Фёдора Игоревича, поясняю, что юзабилити характеризует возможности пользователя и удобство управления системой. Юзабилити — обязательное качество любой многофункциональной системы, иначе пользователь в ней просто потеряется. Это понятно. Продолжай. «Чтобы проникнуть внутрь, нам необходимо показать систему, что мы относимся к экипажу корабля». «Как вы думаете, какой критерий для этого логичнее всего использовать?» «Тест Юринга», — предположила Инга. «Он самый. Если мы разумны, то мы экипаж корабля. В противном случае мы экзофауны». «И почему же эта суперинтеллектуальная система не определила нас как разумных существ?» «В голосе полевый историк явственно произвучал сарказм. Потому что кое-кто восхищался цветочками и бабочками, не моргнув глазу, сообщил Муртик. «Как вы думаете, такое поведение характеризует вас как разумное существо?» «Мне кажется, ты сейчас шутишь», — неуверенно произнесла Инга. «Дело не в этом». Муртик восхищенно мякнул. «Учитесь у этой девушки-коллеги. Она, как и все женщины, ничего не знает, зато все понимает. Разумеется, Федор Игоревич, ваше поведение не играет никакой роли. Просто мы не похожи на экипаж этого корабля. Поэтому система и не сочла нужным активировать тест Тьюринга. «И как нам решить эту проблему?» заинтересовался Константин. «Полагаю, в критических ситуациях система должна принимать решения, не опираясь на фенотип существа. Иначе покалеченные члены команды не смогли бы пройти дитификацию свой-чужой. Критическая ситуация!» Константин почесал затылок. «Если инопланетяне, дневные существа, можно попробовать проникнуть на борт звездолета ночью?» Упавший с неба камень, Крпыр увидел сразу. Он пройтился чуть в стороне от великой скалы шаманов, о которой рассказывают легенды, и был похож на живущую в воде холодную еду. Крпыр назвал упавший с неба камень тарелкой и уже хотел пройти мимо, когда заметил вылезающих оттуда уродливых существ, походивших на людей, но одетых в грубые шкуры без меха и недостаточно волосатых. Впрочем, одно волосатое существо там все-таки было. Оно напоминало детеныша, мохнатого убийца на мягких лапах, и поэтому Крпыр решил проследовать за странным племенем. В том, что мохнатый убийца на мягких лапах придет за своим детенышем, Крпыр не сомневался, а когда он съест уродливых существ в грубых шкурах без меха, то, возможно, Крпыру перепадет от этой трапезы. Крпыр решил, что существа были шаманами, потому что, несмотря на сгущавшийся мрак, они шли прямиком к великой скале шаманов, о которой рассказывают легенды. Крпыр не боялся шаманов. Махноногий охотник, дружащий с невидимым ужасом, бывший шаманом племени, сам был в ужасе, когда Крпыр стал называть ему придуманные слова. На слове забор махноногий охотник, дружащий с невидимым ужасом, упал на четвереньки и сплевывая по очереди через одно, то через другое плечо начал медленно отползать от Крпыра. Впрочем, репутация придумывающего слова от этого в племени не укрепилась. Шаман сообщил, что Крпыр побежден злобным духом, заставляющим каждое солнце придумывать никому не нужные слова и на него стали смотреть, как на раненого, не на охоте. Тем временем уродливые существа в грубых шкурах без меха подошли к великой скале шаманов, о которой рассказывают легенды и стали совершать непонятные действия. А потом прямо в скале появилась пещера. Вот и закончился наш сегодняшний вечер, дорогой мой друг. До свидания. До следующей встречи украинец. Украинец. До свидания. До свидания.